Добрый вечер, меня зовут Алена Горенко. Это ток-шоу, которое обсуждает самые интересные проблемы, касающиеся вас, вас, именно вас, женщины. И сегодня у нас в гостях наша героиня, ее зовут Мария, и проблема у нее крайне распространенная, но удивительно отвратительная по своей сути. Ей изменил супруг. Мария, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. На самом деле не каждая женщина вот так вот согласиться на всю страну, говорить об этой боли, потому что с этим сталкиваются практически все. Слава богу, когда это остается за кадром, когда женщина живет с этим и не знает. Как узнали вы, что он обзменяет? Мне позвонила она сама. Она позвонила мне и сказала, что мой муж к ней питает чувства долгие, не знаю, месяцы, годы. Я уже не стала даже дослушивать до конца и по факту признала, что она с моим мужем была близка. Муж это подтвердил. Маш, вот эти ощущения, когда вы понимаете, кто этот человек? Вот что для вас, чем-то для вас было? Я не могу сказать, что для меня это был какой-то шок. Просто у нас давно какой-то разлад в отношениях, но тем не менее я не позволяю себе ничего. Ну то есть вот тем женщинам, которые сейчас понимают, что что-то не так, вот что обычно настораживает? Вот что, то, о чем вы думали и что в итоге подтвердилось? Какие вещи? Вы знаете, наверное, это отчасти и наша общая какая-то ошибка была в плане, мы ему предложили работу за границей, мы собирались уехать на долгое время. Я бралась за любые проекты, и чтобы было больше денег, возможностей, и чтобы мы переехали, и там ни в чем себе не отказывали, и у меня не было так много времени на него. А он у меня творческий, он занимается фотографией, он посещает мероприятия, встречи. То есть вам кажется, что вы тоже в этом виноваты, что вы его упустили? Мне кажется, да, что мы неправильно как-то выбрали вот эту тактику, что ли. Я не считаю просто, что это оправдание для него, в любом случае, если мог бы мне сказать честно. Хорошо, вот эта женщина, которая позвонила вам по телефону, что она хотела? Вот понятно было, какая у нее конечная цель? Я думаю, что она сделала это назло, я думаю, что она хочет быть с моим мужем. Муж ее заблокировал везде, как только он узнал, что его обман раскрылся. Он еще и узнал, то есть это все стало явным? Да, да, я напрямую его спросила, он мне признался во всем сам. Но он очень раскаивается, я не знаю, я уже готова его в принципе простить, он меня не отпускает. Он жалел? Что он говорил? Жалел. Он жалел, что потеряет меня. Не то, что у него кто-то может еще другой быть, и другая судьба, и другое развитие. Он жалел то, что он может потерять меня, потому что все его друзья, все его родственники, они считают, что я лучше для него, чем кто-либо еще. Он как-то оправдывал то, что произошло. Потому что обычно, когда человек чувствует себя вноватым, он иногда переходит в наступление и говорит, ну ты же понимаешь, что это ты во всем виновата, что это ты меня спровоцировала. Тебя не было там-то, 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 я пытался бы говорить с тобой, об этом ты мне не говорила. И вот это вот все копится, как снежный ком. Обычно вываливают на плечи жертвы мужья, которые изменяют свои проблемы. То есть они считают их виноватым. Да, он считает меня виноватым. Он считает не то, чтобы только меня виноватым, он и сам себя винит, но говорит мне какие-то вещи, что я, мол, провожу много времени где-то на работе, я прихожу, у меня нет времени на готовку, нет времени на какие-то личные вещи, нет времени, чтобы с ним его провести, даже 15 минут в день пообщаться. Но мы же сами это выбрали, то есть он должен понимать, что я для него, в том числе, стараюсь. Мария, вы когда-нибудь думали о том, что измена отвратительна в любом случае? Но отношения, они не начинаются, заканчиваются в ЗАГСе. Это такая длинная-длинная дорога, когда каждый должен вкладывать хоть чуть-чуть, хоть по кирпичику. И когда мы перекладываем свои проблемы на мужа и говорим, что он должен, он обязан, он обязан вот это, вот это, вот это. А я, да, я должна развиваться, я творческий человек, но мы тоже должны туда что-то вносить. Мы должны хоть чуть-чуть, но хоть как-то поддерживать происходящее в нашей семье. Поэтому ни в коем случае вас не обвиняю. Может быть, стоит прислушаться к тому, что он говорит, и хоть капельку, хоть как-то заставлять себя, да, тяжело, да, много времени, да, мы очень устаем, но хоть чуть-чуть вкладывать вот в этот домашний очаг, ну, хоть по одному полину в день. Ну, немножко, неоправдывая поступка. Просто вы знаете, что я успешный у него, у меня вот это очень нанесет. Ах, вот оно как еще. Да, он получает много денег на своих проектах, но когда они есть, проект на работу это сегодня есть, завтра нет. А у меня свое дело, и мои родители предложили ему место в своей юридической компании, а он не хочет быть фотографом, фотографом, и все. И у меня такое ощущение просто, что я стану тем мужчиной, который будет двигать эту семью. Маруся, вы не думали, если бы, например, он вам предложил сказать, ну, не занимайтесь тем, чем занимаетесь, давайте будем ездить вместе и будете носить за мной штатив. У меня очень тяжелый фотографический рюкзак, там много объективов, линз, он неподъемный. Вот будешь носить штатив, но мы всегда будем вместе. Откажись от своей мечты, согласись на мои условия, мы будем вместе. Вы согласитесь? Нет. Почему? Я бы, ну, если мы в шуточную, да, манеру перешли, то я бы согласилась с ним. Нет, 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 это не шутка. Ездить, но штативы, тяжелые сумки, я бы... Ну, то есть, если бы он предложил вам быть своим партнером в своей работе, вы бы могли отказаться от того, что делаете сами. Нет. Несмотря на то, что так любите то, что делаете. Я это люблю, и я стараюсь это все автоматизировать, нанять людей специально, чтобы самой меньше в это вкладываться. То есть, как только я бы это сделала, это... Мне осталось там буквально, наверное, полгода здесь провести, и мое предприятие будет работать автономно, и я могу ездить с ним, отдыхать, но... Мария, что для вас важно? Что для вас важно в вашей работе? Вы получаете от нее удовольствие? Или это просто... Вы чувствуете себя в функции, которые налаживают, оптимизируют, а потом отходят в сторону, и это продолжает действовать без вас? Нет, я... У меня юридическая также компания, я помогаю людям, мне это нравится, и это приносит мне большие деньги. Это то, на что я училась, это мое образование, я хотела бы продолжать это. Но вам не тяжело будет отказаться от этого, если он и предложен? Потому что... Нет, он будет существовать без большого времени моего препровождения там, в этой компании. Почему бы нет? Почему бы вы этим не заниматься? А есть что-то такое, от чего вам тяжело отказаться? Вот он, например, он влечен в фотографии, как вы говорите, он занимается этим с детством, это его жизнь, это его хобби. У вас есть что-то такое, от чего вы не можете отказаться ни при каких условиях? Я не могу отказаться от походов в хорошие рестораны, от выбранных платьев, от какой-то такой жизни, то есть ни в какой-то деревне, я не могу. А он у меня вот весь творческий хочет куда-то уехать, за границу странствовать, путешествовать, и ему этого достаточно. Он хочет так. Хорошо, когда вы договорились на берегу, когда обычно люди пытаются делать это перед ЗАГСом, не у всех получается, да, откровенно говоря, вы строили какие-то планы? Вы говорили, что так, я буду делать это, ты будешь делать это, но наша общая цель это... Дети, мы договорились, что мы, как только мой бизнес разовьется, как только он получит контракт, мы вот это все переживем, да, нам сейчас тяжело, и мы шли к этому, мы как-то преодолевали эти проблемы вместе и планировали создать семью. Видимо, просто я держусь, держу свое слово, а он меня предал. Просто, смотрите, когда мы нагружаем нашу половину своими претензиями, да, мы говорим, что ты должен быть это, мы хотим видеть тебя таким, да, дорогая? У меня в двух наушниках выездок. Это так бывает. Просто когда мы нагружаем человека своими проблемами и говорим, что мы хотим, чтобы ты был таким-то или таким-то, то сразу вспоминается история, которую нам рассказала наш батюшка на проповеди, о том, что у нас одной прихожанке умер муж. Ей, она очень, у нее много претензий, он был дальнобойщиком и очень надолго уезжал, ее это совершенно не устраивало. Но в какой-то момент у него произошел инфаркт, он умирает, и батюшка сказал очень важные слова, что пока он не был, пока он был живой, к нему было очень много претензий, но сейчас его просто нет. И претензий предъявлять некому. Поэтому, пожалуйста, берегите тех людей, которые рядом с вами, потому что жизнь, она очень коротка. Когда мы тратим друг друга энергию на разборки, на попытки выяснить отношения, мы просто теряем самое главное, для чего мы вместе. Понятно, что никто не умаляет той беды, которую он сделал. Это огромная рана, которые некоторые не могут с этим справиться, они просто расходятся. Но есть вещи, которые немножко над всем этим. И если мы понимаем, что есть что-то большее, что способно разрушить все, то это кажется просто мелочью на фоне той глобальной катастрофы, которая может произойти. Мне кажется, вам стоит сесть с ним, договориться, не обвинять друг друга, а просто понять, что вы с этим делаете дальше, как вы живете дальше. Это всегда очень важная вещь, потому что как только ты определяешь приоритеты, как только тебе есть дорожная карта того, что нужно делать, все встает на свои места. И, конечно, та общая цель, некоторые говорят, что очень тяжело прийти к решению родить ребенка, к нему невозможно прийти. Это происходит, и ты полностью перестраиваешь свою жизнь, потому что это просто пришло. И иногда это решает кардинально все. Иногда не решает, а иногда усугубляет конфликты. Но если вы договорились об этом, если вы хотите этого оба, то иногда это на самом деле волшебным образом изменяет ту ситуацию, в которой вы окажете. Спасибо, Мария, за то, что она пришла и рассказала все достаточно откровенно. Как ни странно, та ситуация, в которую она попала, она весьма типична. Девушки, которые росли в относительно благополучной семье, но где мама была доминантой, где папа всегда был немножко ниже, и мама не стеснялась об этом говорить при дочери, они оставляют девушке определенную модель в голове, определенный стереотип поведения, как ей стоит поступать в той или иной ситуации. Невозможность абстрагироваться от этой ситуации, посмотреть на нее сбоку, со стороны, и понять, что не только тебе должны, но и ты должна хоть чуть-чуть вкладывать в эти отношения, она делает историю нашей героини весьма типичной. Я надеюсь, что те вопросы, которые мы сегодня поднимали, и те ответы, которые вы слышали от Марии, и те советы, которые мы получили, в том числе от наших экспертов, они помогут вам ни в коем случае не попасть в эту ситуацию. А если попали, то выйти из нее с достоинством и честью. Спасибо.